Настоящий материал, информация, произведён и или распространён иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем. Сексия в СССР Ну, вы слышали, наверное, такой известный мем, такую баечку про правильную советскую женщину, которая во время телемоста СССР США, где-то во времена гласности, во второй половине 80-х годов, когда кто-то с американской стороны спросил её, а как у вас в Советском Союзе обстоят дела с сексом? Ну, эта женщина сказала на голубом глазу, она сказала, какой ещё секс у нас в СССР? Секса нет. Эта фраза стала крылатой и сенсационной. Почему? А потому что на самом деле секс в СССР был, причём достигал невероятных масштабов. У меня была одна публикация, а может, даже и не одна на эту тему, но вот я помню одну, где я расшифровывал аббревиатуру СССР. У меня там было, по-моему, так. СССР равняется страна секретного сексуального раскрепощения или страна сплошного сексуального разврата. СССР. Откуда же такой парадокс? С одной стороны, нет, по мнению некоторых граждан, с другой стороны, есть, да ещё какой, к тому же. Ну, тут всё очень просто. Дело в том, что как бы в официальном советском пространстве секса на самом деле не было. Не было никакой сексуальной индустрии, не было ни официальных публичных домов, ни проституток, ни порнографии, ничего такого в СССР на самом деле как бы на поверхности не было. Но на самом деле всё это существовало, но где-то вот уже под вот этой официальной, целомудренной, девственной оболочкой. То есть, естественно, без секса, как вы понимаете, человечество вообще бы вымерло. Но тут речь идёт уже о проникновении секса как бы в какие-то социальные сферы, экономические сферы, может быть, отчасти политические сферы и так далее. Ну, вот тут в СССР на самом деле всё было в высшей степени скромно. То есть, официальная советская пропаганда, естественно, секса вообще никоим образом не касалась. Как бы этот вопрос вообще не обсуждался в Советском Союзе на публичном уровне. То есть, в отличие, скажем, от политики или экономики, или даже каких-то там вещей, связанных с культурой, где существовала суровая цензура, где существовали там всякие очень чёткие разграничения, что можно, что нельзя. Хотя в сексе, в общем-то, был единственный такой сомнительный документ под названием «Моральный кодекс строителя коммунизма». Вот где среди там всяких прочих пунктов, типа «Не уби, не укради» и так далее, были также некоторые пункты, касавшиеся личной жизни. Что нужно, значит, быть высоко моральным человеком, поддерживать и всячески пропагандировать традиционные семейные ценности. Ну, это уже, естественно, и в нынешней России происходит. Но, надо сказать, что, в общем-то, никакого преследования за сексуальную распущенность в Советском Союзе фактически не было. Ну, то есть, смотрите, в знаменитом романе Джорджа Орвелла «1984», который, я надеюсь, вы все читали, если не читали, то прочтите обязательно, эта книга гениальная и пророческая. Так вот, там, тамошний, значит, большой брат, он за сексом как раз следил очень и очень пристально. То есть, там существовало такое преступление, то есть, наряду с экономическими, политическими преступлениями, идеологическими, существовала и штука под названием «секс-крайм» – сексуальное преступление. И это как раз вот было, когда люди сугубо неподконтрольным образом влюблялись или даже не влюблялись, занимались сексом и так далее, без какого бы то ни было контроля со стороны государства. Это было нельзя, и за это люди преследовались. И, в общем-то, это было, конечно, для государства довольно такой мощной подпоркой, потому что, я думаю, что одна из многочисленных причин того, почему СССР так позорно развалился, так быстро и так основательно, вот так это в том числе и потому, что, в общем-то, сексу и его упорядочению не уделялось в Советском Союзе должного внимания. То есть, для десятков миллионов советских людей секс оставался такой отдушиной, это была интимная сфера, куда государства, КГБ, КПСС и так далее, ну, никак не могли запустить свои лапы. Вот. Иногда государство пыталось это сделать. То есть, существовало в СССР такое понятие, как аморалка, аморальное поведение. Ну, и в связи с этой самой аморалкой, время от времени простым советским людям, будь то интеллигенты или будь то представители рабочего класса, кто угодно, им, значит, устраивали выволочку за аморальное поведение. Это мог быть товарищеский суд, это могли быть какие-то выговоры и так далее. Ну, в каких случаях это происходило? Скажем, когда какая-нибудь жена законная вдруг начинала вести себя неподобающе развратным образом, встречаться там с другими мужчинами и так далее. Или если какой-нибудь парень тоже, не состояв в браке, вдруг заводил на стороне какие-то романы, а может, даже и отцом становился, плодя матерей-одиночек и так далее. То есть, вот такие вещи бывали, но они были сугубо, скажем, такие бытовые, за это реально не наказывали, да и происходили все эти публичные разбирательства на сексуальной почве очень и очень редко. В трудовых коллективах они пользовались некоторой популярностью, ну, как бы такая клубничка, да. Ну, то есть, если нет секса на экране или там во всех остальных сферах, ну, хоть сходим, посмотрим, как там Ваньку Иванову за аморалку сейчас будут пропесочивать. Понятное дело, что секс становился, ну, своего рода отдушиной для огромного количества людей. Это касалось, естественно, не только бедных, несчастных, значит, хому советикус, это касалось и советской элиты тоже, поскольку она тоже в полной мере была подвержена, значит, этому самому сексуальному раскрепощению. Почему секс был настолько востребован в Советском Союзе и почему он проникал во все свои общества, при этом, значит, в огромных, практически безграничных масштабах. Несколько причин для этого было. Причина номер один. Делать было нечего. Ну, то есть, вот вы себе представьте, сейчас у людей имеется интернет, YouTube, если не нравится вот это виртуальное времяпрепровождение, в том числе и во всяких порнхабах там и так далее, то, пожалуйста, вы можете пойти в какой-нибудь клуб на какие-то танцы, какие-нибудь там стриптиз-клубы в том числе, какие-то там голые или полуголые вечеринки, свингеры там и прочее, прочее. То есть, в общем-то, много, много имеется возможностей для того, чтобы как-то провести время как с сексом, так и без секса, вот, но при этом вполне интересно. В Советском Союзе этого не было. То есть, сильно надо было дома сидеть, вперевшись глазами в телевизор, ну или что, пойти в кино, в театр. Ну, в кино, в театр каждый день не походишь, естественно, особенно в театр. Вот, и начинались, значит, вот эти вот бесконечные хождения со своими партнерами. У Майка Наоменко была такая песня «Хождение» про то, как парни и девушки, значит, вращаются по городу, поджидая, когда же у кого-нибудь из друзей и знакомых освободится квартира, и можно будет туда сходить. Если квартира вообще не освобождалась, ну, существовал там, скажем, последний ряд в кинотеатрах, куда билеты было достать очень сложно, поскольку все сидения там были заняты обнимающимися, целующимися, а может быть, даже и что-нибудь такое более интимно производящими парами. Что еще? Ну, были, конечно, такие уж совсем тяжелые бытовые условия для занятий сексом. Скажем, если в Америке, стране повальной автомобилизации, там существовало такое даже выражение «backseat» – секс, то есть секс на заднем сиденье. Там почти у всех парней, да и у многих девушек были автомобили, автомобили тогда были крупные, и, в общем-то, совершенно спокойно можно было там сексом заниматься. Более того, была даже какая-то сенсационная статистика, типа, что в тех же Штатах едва ли не половина первых детей в семье была зачата именно на заднем сидении этих самых «Фордов», «Шевроле» и «Крайслеров». Вот, у нас этого не было, поэтому приходилось это делать там в кустах, в парках, в лесопосадках, ну или на худой конец даже в подъездах дома на подоконнике. Так что это одна причина – отсутствие организованного досуга, как сексуального, так и самого обычного, прозаичного. Вторая причина заключалась в том, что, естественно, секс был запретным плодом. Запретный плод, он, как всегда, сладок. Вот, поэтому очень хочется вкусить этот самый запретный плод. И, заметьте, отнюдь не только молодым людям. Конечно, молодежь в этом отношении была гораздо более авантюрна, но для людей старшего поколения тоже существовали всевозможные способы, как вкусить запретный плод. То есть, например, была такая история под названием «Дома отдыха». «Дома отдыха», «Санатория» и так далее, куда ездили по путевкам, как правило, без мужей, без жен и прочих членов семьи. И вот в этих «Домах отдыха», «Санаториях» отрывались в сексуальном отношении просто по полной программе. Кроме этого, бывали, естественно, всякие курортные романы. Курортные романы, ну, как писал, по-моему, Давлатов, там, если съездил на курорт и не завел там несколько романов, естественно, с сексом, то это вообще означало, что ты не отдохнул. Так что курортные романы, да, ну, разумеется, раз уж мы заговорили о романах, еще служебные романы, воспетые в кинематографе и так далее. В общем, вот этого «Адюльтера» в Советском Союзе было просто огромное количество. Он, кстати, прекрасно отражен в советском кинематографе, где как бы секса тоже не было, разумеется, то есть по цензурным соображениям, но можно было это все домыслить. Скажем, я совсем недавно в связи со смертью Александра Ширвинта, ну, вот решили мы нашей дружной семьей помянуть прекрасного актера и человека, посмотрели фильм «Бабник». Это один из немногих фильмов, в котором Александр Ширвинт играет главную роль. Он там играет как раз такого типичного советского сексуального ходока. Вот, кстати, слово «плейбой» тогда был не очень популярным, были всякие синонимы, ну, вот типа «ходок» или «бабник» и так далее. И там этот примерно 50-летний Александр Ширвинт, он там буквально чуть ли не каждый день трахается с новой женщиной, это и его какие-то коллеги по работе, это и какие-то еще подруги там по школе-институту и прочее, и прочее. В общем, человек времени не теряет. И это такой абсолютно типичный как раз московский научный сотрудник или инженерно-технический работник, вот, который, значит, от нечего делать, ну, и просто, естественно, из любви к этому занятию, вот, который практикует его постоянно в разных формах с разными женщинами и даже, кстати, соблазняет, толкает, так сказать, на скользкую дорожку своего начальника по работе, человека, в принципе, такого примерного семьянина и так далее. Значит, это я сказал о двух причинах востребованности секса в СССР. Да, есть еще, по крайней мере, одна причина, а именно, что поскольку секс как бы не существовал, вот, всячески табуировался и так далее, то занятие сексом, в общем-то, для всякой радикальной, антисоветски настроенной молодежи, ну, и просто, скажем так, альтернативной молодежи, вот, тоже было своего рода, ну, это было способом выражения своего негативного отношения к существующему режиму и его правилам и законам. В этом смысле у меня приходит в голову один мой приятель, мы с ним общались, когда он был студентом в ГИКа, и у него подруга была дочкой одного знаменитейшего советского, такого супер-официозного кинорежиссера. Не буду, естественно, называть имена фамилии. И вот этот самый дружок этот, он мне периодически жаловался на эту свою девушку, говоря, какая она тупая, цитировал какие-то ее дурацкие высказывания и так далее. И когда я его однажды спросил, ну, а почему ты вообще тогда с ней встречаешься, если она такая беспросветная? Он говорил, ты понимаешь, вот, когда я ее ебу, вот, то я представляю себе ее папашу и думаю, как я ебу вообще все это советское кино, там, всю эту партию, правительство, все такое прочее. Ну, в общем, такая вот была история. Сакрализация, так сказать, сексуального акта на политической почве. Ну, или можно вспомнить известное выражение писательницы и певицы Натальи Медведевой, которая тоже была такой веселой хипушкой в 70-е, 80-е годы. Ну, в 70-е в основном. В 80-е она уже с границы уехала. Которая как-то сказала, что у них принципом вообще жизни было «Я трахаюсь, следовательно, я существую». И, в общем-то, для многих это действительно было жизненным девизом. Ну, помимо реального секса, естественно, были в СССР все-таки, несмотря на все запреты, цензуру и так далее, были и какие-то такие маленькие квантики секса виртуального, что тоже, естественно, было очень привлекательно. Но считалось, естественно, что очаг разврата – это гнилой Запад. Вот. И подглядывать в какие-то щелки на секс на Западе тоже было в высшей степени популярно и распространено в Советском Союзе. Как это происходило? Ну, вообще, это было сложно довольно-таки. В первую очередь, кино. То есть показывали все-таки в СССР, как вы знаете, некоторые западные фильмы. И это были какие-то французские такие легкоэротические картины, там типа в серии про Анжелику, где она ходила с большим декольте 18 века. Вот. И, соответственно, регулярно и целовалась, и обнималась, и прочее, и прочее. Вот. Потом, естественно, помимо прокатных фильмов, из которых, естественно, весь мал-мальский откровенный секс вырезался. Вот. Но помимо проката еще были всякие кинофестивали, киноклубы. И там уже можно было без всяких купюр посмотреть сексуальные сцены. Кроме того, завозились контрабандой публикации всякие западные порнографического характера. То есть я видел там какие-то скандинавские журналы. Вот. Ну, естественно, журналы типа Playboy и так далее. Журнал Playboy, кстати говоря, я впервые увидел у Виктора Суходрева, переводчика Брежнева. Ну, то есть он состоял в номенклатуре Министерства иностранных дел. Часто ездил в Америку на всякие там ассамблеи ООН и так далее. И он был подписан. Можно было отдельным людям, членам, значит, элиты. Причем еще таких элитарных уголков этой самой элиты. Вот. Им можно было подписаться, например, на журнал Playboy, который мы с моим другом Сашей Лепницким с большим удовольствием не только читали, но и рассматривали. Вот. Так что можно было каким-то образом все-таки к этому приобщиться. В некоторых советских фильмах бывали всякие намеки на секс. Ну, там типа облипающая грудь рубашка или там какие-то пододеяльные постельные сцены, там, как, скажем, в фильме Смирнова «Осень». То есть тоже это было какие-то, какие-то минимальные, минимальные крохи. Что можно в целом, резюмируя, сказать о ситуации с сексом в СССР, помимо того, что секс этот был причем в лошадиных дозах, можно сказать, что в общем и целом, особенно по сравнению с тем, что сейчас в России творится, в общем-то отношение к сексу было гораздо более здоровым. То есть, скажем, вообще не было темы ЛГБТ. Это никого не интересовало. И совершенно, как бы вообще в публичной сфере практически, ну, за исключением каких-то там отдельных скандальных случаев, типа режиссера Сергея Параджанова, в общем, никак это не муссировалось. Или, скажем, естественно, в Советском Союзе не было никакой-то религии, никакого православия и никаких вот этих вот традиционных домостроевских семейных ценностей, там, типа, чтобы женщина дома сидела, шаг вперед, и тем более шаг налево это все, вот этого тоже не было. В общем-то, было гораздо, гораздо в этом смысле либеральнее. При том, что, как я уже сказал, как бы не было и вообще. Да, ну я, конечно, забыл сказать, что сейчас-то в России происходят всякие дискуссии по поводу абортов. В СССР одно время аборты были запрещены, потом они были легализованы и стали, в общем-то, нормой жизни. То есть, никому, в общем-то, даже и в голову не приходило заниматься, скажем, запретом абортов как таковых и так далее. В общем-то, считалось, что женщина сама хозяйка своего тела и хозяйка своей судьбы. Вот примерно так встояли дела в СССР в плане секса. Говорю это вам со знанием дела, как ветеран советского секса. Должен сказать, что, в общем-то, встояли дела очень даже неплохо, несмотря на отсутствие публичных домов и порнографии, что, кстати говоря, вовсе не обязательно способствует сексу. Может быть, пикантности секса способствует как раз определенное, но легко преодолеваемое табу и препятствие. На этом все. Зовут меня Артемий Троицкий. Вы посмотрели 46-ю серию видео эпопеи «Популярная советология». Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!